Сегодня прямо бомба. Всем советую смотреть до конца. Нейросеть Ava, генерирующая музыку. Когда-то была такая крутая японская марка звукового оборудования, но только через W. Ну вот по степени крутости сегодняшняя Ava превосходит тур. В первую очередь из-за революционного решения в постпродакшене, о котором я сейчас расскажу, но влюбился я в Ava по другой причине. Сервис условно бесплатный, главное ограничение бесплатного тарифа 3 скачивания в месяц. Ограничение, как вы понимаете, можно обойти. Если не понимаете, тоже потом покажу как. Количество генераций не ограничено, но ограничена длина трека до 3 минут. И есть ограничения с авторскими правами, но я не очень понимаю, как они могут это отслеживать. Но в целом, если вы занимаетесь крупным проектом или даже небольшим, заплатить 50 долларов в месяц, и цена генерить 300 композиций, в том числе на будущее, я думаю, вполне возможно. Это недорого. Пишут, что тогда все права будут принадлежать вам. Значит, после создания аккаунта выглядит все так. И выглядит, кстати, тоже весьма и весьма. А теперь, собственно, почему я влюбился в Ava. Да, потому что она просто круто генерит. Здесь в том числе есть возможность загрузить свою композицию и создать что-то в том же стиле. И вот загрузил я музыку, которая играет во всех моих скринкастах. И получил вот это. Сразу предупреждаю, не похоже, но офигенно. Включу прям секунд 25. Потерпеть вначале пианинку. Она кажется лишней, но потом понимаешь, что она там нужна. Не без нее никак. Ну, круто. Это реально Рыбников. И это настолько кинематографично, что я сразу снял под это кино. Ну, в голове. А революционная штука здесь вот эта. Встроенный звуковой редактор. Композиция разложена по дорожкам и у вас в руках все необходимые инструменты для качественного сведения. Не Cubase, конечно, но Cubase у нас пока не умеет генерировать музыку. А Эйва умеет. Опять же, вы можете выгнать отсюда дорожки по отдельности и дальше сводить уже в каком-то профессиональном редакторе. Если серьезно занимаетесь музыкой. Про редактор Вэйва буду рассказывать уже в отдельном скринкасте. А пока скажу, что вам сразу лучше скачать приложение под десктоп. Есть под Windows и Mac. Когда вы захотите что-то серьезное сделать из-под браузера, он будет выкидывать такие плашки. Но все-таки для самых ленивых, кто не хочет качать приложение, покажу, как очень быстро и просто создать музыкальный трек Вэйва. Самое простое это создать на основе стиля. Стилей тут много, поэтому можно воспользоваться поиском. Тут стили от разработчиков, а так можно посмотреть форки. Я так понимаю, созданные членами сообщества. Перед тем, как использовать, можно послушать, как примерно звучит этот стиль. Очень примерно, поскольку прогнозировать нейросеть невозможно. Она творец, она так видит. Значит, нажимаем создать. Здесь выбор тональности. Честно говоря, на качество музыки это не влияет. Но слава великих музыкантов, как алмазная пыль, я уверен, запляшет по углам дворницкой. Хочу нетленку в до диез мажор, скажите вы. Но я бы вам советовал давать нейросети больше свободы, как и любому творцу. В крайнем случае можете указать в миноре или в мажоре. Все-таки хоть немного прогнозируемый результат. Тут длина композиции. Я бы тоже, кстати, не ограничивал. Ну, только если у вас есть фиксированный хрон. И количество вариантов. Оставим один. Все. Create Track. Генерирует быстро. Секунд двадцать, если на основе стиля. Дольше всего, как мне показалось, на основе вашего трека. Из Influence. Но тоже минута, максимум две. Все. Что получилось? Ну, такой себе киберпанк. Ну и соответственно так. Мы закидываем трек в редактор, который почти сразу напишет вам, что нужно скачать приложение. А скачать его можно, например, отсюда. Выбираете систему. Качаете, устанавливаете, регистрируетесь. С приложением мы разберемся в следующем видео. Точнее с редактором, поскольку приложение полностью дублирует веб-интерфейс. И разбираться с ним особо не надо. А может даже в следующем видео редактора мы не коснемся. Поскольку надо еще показать, как генерировать треки на основе вашей композиции. Как создавать музыкальную основу для композиции. Вы можете давать нейросети аккорда и выступать с ней в савторстве. А еще вы можете очень тонко настраивать стиль. Да, наверное, в два видео это не уместить. Получится три. Так что подписывайтесь. А еще любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплейца социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!